Что делать и кто виноват? Байден объяснил рост цен на бензин действиями Путина. Мы подробно остановились на этой теме в среду. Президент Джо Байден дал понять, что обвиняет Владимира Путина в геноциде. Байден сказал об этом во время своего выступления в Айове, посвященному росту цен на бензин и темпам инфляции в целом. Ваш семейный бюджет, ваша способность заправить бензобак, ничто из этого не должно зависеть от того, что где-то за 3-9 земель диктатор объявил войну и творит геноцид. Чтобы справиться с повышением цен, я санкционировал выпуск 1 миллиона баррелей в сутки в течение следующих шести месяцев из нашего стратегического нефтяного резерва. Это крупнейший выпуск нефти из национального резерва в истории. Но это мера военного времени. Мы работаем с производителями нефти в США, чтобы увеличить добычу уже в этом году. Администрация Байдена заявляет, что основным фактором, повлиявшим на резкий рост стоимости бензина на американских заправках, стало вторжение Путина в Украину. На прошлой неделе Джо Байден назвал Путина военным преступником и призвал привлечь российского президента к суду, чтобы он понес наказание за вменяемые ему военные преступления. Однако тогда Соединенные Штаты не стали использовать термин геноцид, руководствуясь международными протоколами в силу строгости юридического определения и тяжести обвинения. Я назвал это геноцидом, поскольку становится яснее и яснее, что Путин просто пытается уничтожить саму идею быть украинцем. И доказательства этому растут, заявил Джо Байден перед отлетом в Вашингтон. Эта поездка стала для Джо Байдена первым посещением Айовы после его победы на президентских выборах, хотя он несколько раз посещал штат в ходе избирательной кампании 2020 года. При этом Байден проиграл в Айове и кокусы демократической партии и президентские выборы. Дональд Трамп опередил его в этом небольшом сельскохозяйственном штате на 8%. Сейчас работы президента недовольны большинство жителей Айовы. Согласно последнему опросу, проведенному медиаком Айова по заказу местной газеты, только 35% взрослых жителей Айовы одобряют действия Байдена. 59% недовольны работы президента. Федеральное бюро расследований помогает полиции изучать инцидент со стрельбой в метро Нью-Йорка. Сотрудники ведомства взаимодействуют с объединенной группой по борьбе с терроризмом полицейского управления и обращаются к жителям города с просьбой сообщать сведения, которые могут иметь отношение к случившемуся. Ранее начальник департамента полиции Нью-Йорка Кишан Сьюэл заявила, что на месте стрельбы в метро найдены топор и пистолет с магазинами дополнительной вместимости, а также емкость с бензином и сумка с пиротехническими изделиями. На самом деле нам повезло, что произошло именно так, ведь могло быть и хуже. Как мы сообщали ранее, мужчина, который ехал в Эн-трейне по направлению в Манхэттен, открыл две канистры, которые выпустили дым по всему вагону. Затем он выстрелил в нескольких пассажиров. В тот момент поезд подъехал к станции Sunset Park. Десять человек были ранены в результате стрельбы. Еще 13 при выходе из вагона надышали с дымом. Следователи просмотрели видеозаписи и опросили свидетелей, чтобы собрать воедино улики. Подозреваемого описали как мужчину ростом около пяти футов, пяти дюймов и весом 170 фунтов. По словам представителей правоохранительных органов, они нашли трак U-Hall с номерными знаками штата Аризона, который может быть связан с подозреваемым. Ключ U-Hall на месте происшествия привел нас к траку компании U-Hall. Здесь недалеко, в Бруклине. Мужчина, который, как мы полагаем, арендовал этот трак в Филадельфии, является Фрэнком Джеймсом. Ему 62 года. Он имеет адреса проживания в Висконсине и Филадельфии. На данном этапе эксперты говорят, что стрельба, похоже, была спланированной атакой, хотя и предупреждают, что многое может измениться по мере поступления деталей. Полицейские считают, что стрелок действовал один. Мотив преступления выясняется, хотя сейчас тотальная охота на стрелявшего является главным приоритетом следователей. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что на месте происшествия изъяли пистолет, а также мешок с дымовыми шашками и фейерверки. Один из источников сообщил NBC New York, что пистолет, который использовал подозреваемый, могло заклинить, что предотвратило еще большую трагедию. Сообщается, что пятеро жертв получили тяжелые ранения, степень травм других неизвестна, но местные больницы оказали помощь 29 пострадавшим. Расследование продолжается. Тем временем нью-йоркцы не перестают обсуждать эту трагедию. Многие говорят о небезопасности общественного транспорта. Знаете, я смотрю новости, все становится хуже и хуже. Так что я очень надеюсь, власти предпримут что-то, чтобы предотвратить подобное в дальнейшем. Они так, как сегодня. Этим поздно уже заниматься. Их уже не спасти. Сегодня, например, я увидела пустой вагон. И знаете, что я вам скажу? Когда вагон пуст, или там всего один человек, я не сажусь в него. Пусть он лучше проедет, или я найду вагон с тремя пассажирами внутри, тогда зайду внутрь. Я очень сильно боюсь, понимаете, очень напугана. Инфляция в марте ускорилась до нового максимума за четыре десятилетия, поскольку ограничение цепочки поставок, война России на Украине и высокий потребительский спрос способствовали быстрому росту цен, который свел на нет преимущество повышения заработной платы для большинства американцев. Министерство труда заявило во вторник, что индекс потребительских цен, который измеряет множество товаров, включая бензин, здравоохранение, продукты и арендную плату, в марте вырос на 8,5% по сравнению с прошлым годом, что является самым быстрым темпом с декабря 1981 года, когда инфляция достигла 8,9%. Повышение цен было повсеместным. Цены на энергоносители в марте выросли на ошеломляющие 11% по сравнению с предыдущим месяцем и на 32% по сравнению с прошлым годом. Бензин в среднем стоит на 48% больше, чем в прошлом году. Рост инфляции сводит на нет значительный рост заработной платы, который американские рабочие наблюдали в последние месяцы. Реальная средняя почасовая заработная плата снизилась почти на процент по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении реальная прибыль в марте упала на 2,7%. Эти данные также будут иметь серьезные последствия для Федеральной резервной системы, которая в последние месяцы заняла более активную позицию по борьбе с инфляцией. Федеральной резервной системе придется действовать агрессивно. Они, по всей вероятности, в мае поднимут процентные ставки на полпроцента, а не на четверть, как предполагалось. И я думаю, они будут следовать тому же шагу в полпроцента и на будущих встречах. Вероятно, до конца года мы будем видеть только повышение процентных ставок. Мексиканские водители грузовиков заблокировали пункты пересечения границы США в знак протеста против действий губернатора Техаса. Блокада границы началась после того, как губернатор-республиканец Грег Эбботт распорядился проводить досмотр въезжающих из Мексики автомобилей, чтобы предотвратить провоз нелегальных мигрантов и контрабанду. Некоторые водители сообщают, что процесс пересечения границы превысил 10 часов. Правительство Мексики опубликовало заявление, в котором заявило, что отвергает действия Техаса и указало, что в результате пострадали две трети объемов двусторонней торговли. С протестами выступили ряд организаций, представляющих интересы бизнеса. Погранично-таможенная служба США заявила, что длинные очереди вызваны дополнительными и не являющимися необходимыми инспекциями, проводимыми по распоряжению губернатора Техаса. А в Нью-Йорке появилось еще одно необычное здание – самый тонкий небоскреб. Башня Игла, расположенная в центре Манхэттена по адресу 111 В на 57 улице, уже готова к заселению. Ее высота составляет около 435 метров. Строение является вторым по высоте в западном полушарии, при этом соотношение высоты к площади фундамента всего 24 к 1. О возведении башни впервые было объявлено еще в 2013 году. Строительные работы начались в 2014, но спустя три года проект был временно заморожен из-за нехватки средств. По данным генерального подрядчика, здание построено из самого прочного в мире бетона. Восточные и западные фасады башни облицованы терракотовой плиткой с бронзовыми вставками. На севере стеклянные навесные стены обращены к центральному парку, а на юге к Нижнему Манхэттену. Игла уже готова к заселению. В здании расположен 25-метровый бассейн и другие атрибуты роскоши, включая фитнес-центр с террасой.